Ветхий Завет Если вы нашли, я прочитаю. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать и виновен будет, то, когда узнал будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он жертву козу без порока за грех, свой которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех и заколит козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на руки жертвенника всесожжения, остальную кровью вылит к подножию жертвенника. И весь туг ее отделит подобно, как отделяется туг из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему. И важная вещь в нашей духовной жизни это чтобы разбить ту стену, которую создал грех. Когда эта стена между нами и Иисусом разобьется, тогда в любом судьбе медь перетечения души в нашу душу. Тогда праведность Иисуса становится нашей праведностью. Тогда мир Иисуса становится нашим миром. Мудрость Иисуса становится нашей мудростью. И также сила Иисуса может действовать в нас. Поэтому это самая главная основа в нашей духовной жизни. Неважно, в какой трудности вы находитесь. Иисус часто повторял, «Веришь ли ты, будет поверить твоей». Иисус так говорил. Что такое верить? Это значит, что мы имеем соединение с сердцем Иисуса. Когда мы сохраняем наше отношение, течение сердца от Иисуса к нам, тогда мы можем применять силу Иисуса, как будто свою. И самая большая проблема в духовной жизни заключается в том, что деяния Иисуса не могут перетекать в наше сердце. Для того, чтобы простить наши грехи, Иисус умер на кресте и пролил свою кровь. Но многие люди, они до сих пор, хотя Иисус уже умер и пролил свою кровь за наши грехи, они остаются в своих грехах. То есть, простыми словами, Иисус уже простил нас и умер за наши грехи. Но если мы не можем получить освобождение греха в своем сердце, тогда что-то преграждает это течение между мной и Иисусом. Мне кажется, среди вас есть тот, который спорил со своим супругом? Извините, пожалуйста, я хочу спросить у вас. А есть ли среди вас кто ни разу не ругался со своим супругом или супругой? Нет такого ни одного? Да. Хотя супруги любят друг друга, но они могут ругаться, правда? Когда они начинают спор? Когда их точки зрения не совпадают? Таким образом происходит спор. Это любимая жена. Любимый муж. Но когда точки зрения не совпадают, тогда становится очень неудобно жить вместе. Когда нет течения из сердца в сердце. На самом деле, это большая проблема. Иисус пролил свою кровь. Кровь и умер за наши грехи на кресте. Да, уже Иисус, Он умер за наши грехи и простил нам их. Иисус совершил всю работу на кресте своей смертью. Но когда мы говорим, что мы не получили прощения греха и находимся во грехе, тогда эта проблема между нами и Иисусом, она преграждает свободное течение. И, например, сегодня, неважно, кто вы, если с какой-то стороны вы соединитесь с сердцем Иисуса, когда Иисус в сердце смертным, Он 38 лет страдал и болел. И потом Иисус смог встретиться с ним. «Хочешь ли быть здоров?» Иисус спросил. «Да, хочу, Господи, но когда Я хочу идти к воде, тогда все уже сходят передо Мной». Иисус сказал, «Встань, возьми постель Твою и ходи». «Встань, возьми постель Твою и ходи». Когда мы смотрим, на сердце больно в тот момент. «Я не могу ходить. Я сколько старался уже. У меня не получилось. Я хотел встать, но я упал. Я поранился». Если он будет закрыт в таких мыслях, тогда он имеет другое сердце, не такое, как у Иисуса. Когда он уверен в том, что он не может пойти. Но если он верит в то слово «встань и ходи». Когда он собрался встать, из-за того, что он поверил в слово Иисуса, тогда он соединился с душой Бога. Когда он имеет одно сердце, тогда сердце от Иисуса перетекает в сердце этого больного. Когда сила Иисуса перетекает в него, тогда он может пойти в слове Иисуса. В слове есть сила Иисуса. Из-за того, что он до сих пор не слышал слова Иисуса, он не имел Иисуса, поэтому он прилагал усилия, но он все время падал и падал снова. Но сейчас это отличается. Иисус пришел. Иисус сказал, «Встань возьми постель твой и ходи». В слове, именно в слове, логос. В слове уже находится сила для того, чтобы поднять этого человека. Хотя бывает, что мы говорим просто слово. Но когда Господь сказал, «Да будет свет», в этом слове была сила, и она сделала свет. Когда сказал, в этом слове была сила, которая успокоила бушующее море. Поэтому со словом «Она направилась» и успокоила воды моря. Поэтому в слове, которое говорит Иисус, это совершенно отличается от наших слов. В слове «Логос», да, в слове Иисуса, какое бы слово он ни говорил, в этом слове уже находится, и она действует. Когда мы принимаем это слово, тогда мы принимаем одинаково силу, когда оно приходит ко мне. Хотя я не могу победить болезнь. Я не смогу ходить сам. Но сила приносит все условия для того, чтобы это осуществилось. Представляете, насколько это важный момент. Поэтому, когда мы живем духовной жизнью, как мы проводим свою духовную жизнь? Когда я слушаю слово Бога, мне кажется, что это невозможно. но Господь сам осуществляет это. Слово Бога отличается от моего слова. Слово Бога отличается от слова президента. Например, президент говорит, «Приди мир! Отойди, война! Коронавирус вон!» Но у него нету в слове силы, у президента нет. Но Слово Бога имеет силу, которая может этому осуществиться, сделать. поэтому, когда сила Бога входит в наше сердце, когда мы принимаем слово, в логос, в слове Бога, поэтому только слово идет, но также с Ним вместе идет и сила. Поэтому, если вы принимаете в свое сердце слово Бога, тогда это слово живет, и сила действует в вас. Я не могу описать, насколько это удивительное деяние. Знаете, живя духовной жизнью, я часто испытываю это на себе. Я находился дома, и мне позвонили. Сказали, что пастор Ким Шунг Хан его госпитализировали. То есть, молодой он был, но он заболел раком. И казалось, что он сможет где-то в несколько месяцев только быть. Ну, потом ему сказали в больнице, что он не проживет и двух-трех дней. И его госпитализировали в больницу Чонбук. И тогда один пастор, он тогда находился в городе Чонжу. Я позвонил ему. Пастор, пожалуйста, когда вы будете возвращаться, навестите пастора Ким Шуана, он находится в больнице. Тогда он пошел навестить его. И сказал мне, что пастор, сказали, что он не сможет протянуть несколько дней даже. Ой, это очень серьезная болезнь. Я услышал. И на следующий день мне пришлось поехать в город Куанчжу. И когда я еду в Куанчжу, мне пришлось проезжать мимо Чонжу. И мы поехали вместе, я со своей женой и сыном. Я сказал своей жене, Дорогая, давай выйдем на час раньше сегодня. Давай мы поедем в больницу к пастору Ким Шуану. Поэтому, когда мы выехали раньше, мы приехали в больницу и открыл двери палаты. И когда я открыл двери палаты, хотя еще брат не умер, но его палата уже наполнилась духом смерти. Его жена уже сидела возле его кровати, склонила голову, и когда я зашел, он посмотрел на меня и снова опустила голову. А его мать находилась рядом, и она все время плакала перед его кроватью. И когда я зашел в эту палату, я подумал, если бы в эту палату пришел не я, пасторок Супак, а если бы пришел Иисус, что бы случилось? Я не знаю, но, наверное, в первую очередь он пообщался бы, конечно, проповедовал слово, но он бы точно не прошел мимо его болезни. Да, мне показалось, что Иисус, если бы пришел сюда, он бы не прошел мимо, а он бы исцелил его и пошел дальше. Тогда я подумал, что живет Иисус. Если этот Иисус живет, то почему он не может исцелить этого брата? Оказывается, это достаточно только восстановить связь между сердцем этого брата и мной. Тогда я крикнул, брат Ким, открой глаза, посмотри на меня. Да, пастор. Уже практически при смерти он находился. Ему казалось, что он скоро умрет. Если у тебя брат появится, одно сердце с Иисусом, если у тебя, брат, соединится сердце с Иисусом, тогда сила Иисуса придет к тебе, брат. Тогда эта болезнь вообще ничто. Я сказал ему. И я начал подробнее объяснять ему. Иисус, когда Иисус жил в этом мире, Он видел многих больных, Он всех исцелил. Он никогда не прошел мимо, не сделал, что он не увидел больного или сказал, что я не... Иисус Иисус был Иисус. Он бы тебя, брат, спас. У тебя должно быть одно сердце с Иисусом. Брат, послушай внимательно. Иисус хочет тебя исцелить, брат. Тогда что тебе нужно делать, брат, чтобы соединиться с Иисусом сердцем? Понимаешь меня? Иисус точно хочет исцелить тебя. А ты, брат, думаешь, ой, я уже умру. Если у тебя такое сердце, тогда ты умрешь. а Иисус меня хочет исцелить. Если Иисус хочет меня исцелить, тогда это не проблема. Тогда я смогу жить дальше. Если у тебя такая душа, тогда твое сердце соединяется сердцем Иисуса. Тогда перед Иисусом рак это вообще ничто. где-то 30 минут я пообщался, читал Библию и объяснил ему. И минут он поверил и принял это слово в свое сердце. Брат, ты веришь, что Иисус тебя исцелит? А точно тогда Иисус хочет тебя исцелить? Если у тебя будет сердце, что Иисус хочет меня исцелить, тогда у тебя одно сердце с Иисусом, тогда сердце перетекает в твое сердце. Это не проблема тогда. Брат начал принимать это слово. Поэтому я положил свою руку на голову и я помолился, Иисус, которого я верю, Он живой. Иисус это всемогущий Бог. Я не сомневаюсь, что у Иисуса есть сила исцелить этого брата. Также я верю в сердце, что Господь исцелит этого брата. Господь дал также такую веру этому брату. «Тогда я желаю, чтобы по твоей вере брат Господь тебя сделал совершенным». И сказали, что ему осталось только два дня прожить. Вставай побыстрее. И после этого я съездил в город Куанчжу. я просто жил очень занят был. И может где-то через неделю мне утром позвонили. Алло? И я посмотрел, а это брат позвонил мне. «Ой, как у тебя дела?» «Да, пастор, хорошо». «Почему ты позвонил?» «А сегодня меня выписывают из больницы». «Ой, правда? Ты говоришь, что ты полностью выздоровел?» «А знаете, вчера я прошел проверку и сказали, что нет ни одной раковой клетки во мне». «Я полностью выздоровел от рака». «Поздравляю тебя! Аллилуйя!» Вот так мы поговорили. И где-то через неделю брат пришел в нашу церковь на служение. И он перед служением свидетельствовал перед церковью. «Я уже умирал от рака». Но он рассказывал, как Иисус исцелил его. Он многим людям начал свидетельствовать об этом. И мы с ним играли в корейский квадрат. «Мы видели, как Господь точно исцелил его и действовал. Да, у вас есть какой-то стереотип, но ваши мысли отличаются от мысли Иисуса. И получается, эти мысли мешают действовать силе Бога. А, мы думаем, мы умрем от рака. Да, я скоро умру. Я не смогу выздороветь. Это рак. мы смотрим через свой стереотип и верим в это. Но Иисус имеет другую силу, не такой, как у нас. И если вы будете верить в эту силу Иисуса, тогда вы имеете одно сердце с Иисусом. Если у вас одно сердце с Иисусом, тогда его душа перетекает к вам. И если эта сила перетекает и действует в вас, тогда мы можем сказать, что никакая проблема или болезнь не станет для нас проблемой. Я очень часто видел лично, как такие люди исцеляются. У меня нету, конечно же, силы исцелить, но во мне есть Иисус. Но Иисус, как тогда и сейчас Он одинаковый. Иисус вчера и сегодня и навеки тот же. Если наш Иисус такой же, но когда мы имеем отличное от Иисуса сердце, тогда Иисус не может действовать в нашем сердце. Мы говорим, что такое вера? Это когда мы принимаем сердце Иисуса. Верить в Иисуса, что это? Это не просто ходить в церковь, или что-то делать, или молиться, или много жертвовать. что такое верить в Иисус? Это означает иметь точно такое же сердце, как у Иисуса. Когда мы верим в сердце Иисуса, принимаем Его, да, мы начинаем принимать Иисуса с себя. И тогда это дает возможность нам соединиться и стать одним. И когда Иисус становится одним, неважно с какой трудностью вы встретитесь в жизни, с какой проблемой вы встретитесь, уже это не ваше дело, это уже Иисуса дело. Да, я не хороший человек, который хорошо верит. Но я очень много раз видел, как Господь именно таким способом действует во мне. Я верю, что Иисус и сейчас будет точно так же действовать во мне. И по слову, как написано в Библии, Иисус хочет действовать так же и у вас. А сегодня я хочу немножко особенную вещь рассказать вам. Последнее время коронавирус сейчас возбудил весь мир. И многие люди, они сейчас закрыты и не спокойно. Много людей, которые сейчас не могут вести свой бизнес, имеют трудности. Сейчас много трудностей поднимается в мире. Но что мы думаем? Но очень часто мы имеем сомнения и колебания, потому что наши мысли отличаются от сердца Иисуса. Я тоже человек. А Бог, Иисус это Бог. У меня в теле есть ограничения. Да, конечно, есть ограничения силы. и также в моих знаниях. Но Иисус это всемогущий Бог. Господь он всемогущий. Поэтому он может совершить что угодно. Если я хочу применить эту силу как свою, микрофон или колонки они работают от электричества. Да, здесь есть кнопочка включения на моем микрофоне. И если я включаю микрофон, тогда он разговаривает. Один и тот же микрофон. Но если я говорю и я выключу кнопочку. И тогда я говорю громко, но очень плохо слышно. И это очень тихо, правда? Почему? Потому что прерывалась связь. Но когда я снова включаю микрофон, тогда микрофон начинает издавать звук. звук. Да, есть проводные микрофоны, так же есть с кнопочкой. Беспроводные. микрофоны, микрофон на самом деле, чтобы громко говорить, это не сам микрофон делает громкий звук. Но есть здесь часть, которая распускает волны электрические. волны. здесь видите батарейка. Почему мы должны иметь батарейку? Да, это что такое? Есть такой элемент, который издает электрические волны. генератор электрический, он создан из кристалла, очень тонких. Да, можно, конечно, проще рассказать этот процесс, но когда эти волны проникают, тогда создаются волны электрические, распространяются. тогда микрофон, он излучает электрические волны. Тогда он принимает мой голос и висит там управление. Да, я сейчас вижу где-то 2-3 антенны. Тогда эта антенна создана для того, чтобы уловить звук, который издает микрофон. Именно антенна принимает эту волну. И когда она принимает эту волну, вот эта управляющая система, она режет эту волну. Этот звук, он попадает в этот прибор, прибор, и тогда он увеличивает мой звук. Тогда это получается, что создается громкий звук через колонку. Да, раньше у всех микрофонов был провод. Но сейчас генератор встроен маленький микрофон, тогда очень просто. Тогда через там, через пульт вырастает мой звук. это очень удобно для использования. Очень маленький звук. Да, есть этот пульт, который делает звук громче. И потом делает так, чтобы было слышно через колонку. И на самом деле всю эту работу проделает электричество. так как тяжело подвести провод к микрофону, мы используем батарейки. Именно эти батарейки заводят генератор. Они создают электроволны. Они принимают эти волны и передают в генератор. Генератор передают на пульт. И тогда этот пульт выращивает звук. Потом он отбрасывает волны и передает только звук. И потом этот усилитель, пульт, он делает громким звук и передает их колонки. Но чтобы включить генератор или усилитель или колонки. Да, должен попасть туда электричество. Если нет электричества, тогда не работает генератор, тогда микрофон не работает и колонки не работают. Передать этот звук на усилитель. Но для того, чтобы это все завести, должен быть электричество. Электричество заводит эту работу. Поэтому для того, чтобы мне соединиться сердцем с Иисусом, что мне нужно? Эта вера заводит этот процесс. Когда я верю в слово Иисуса, я его принимаю. но если я не верю, тогда я не принимаю и отвергаю это слово. Поэтому это вера. Почему мы нуждаемся в ней? Вера, она имеет соединение нас с Иисусом. Когда Иисус сказал, возьми постель твой и ходи. Если он думает, что он не может пойти, это значит, он не верит Иисусу. Поэтому он не может встать. А хотя я не могу ходить. Но когда Иисус сказал, иди, оказывается, я могу пойти, тогда этот человек верит. Когда мы верим, тогда сила Иисуса приходит и действует в нас. В нас самое важное. это вера. Но знаете, почему вы не можете вести свою жизнь духовную хорошо? Поэтому я очень много читал Библию, очень много и изучал. И когда я пытался вложить слово в душ людей, любой человек получает изменения. Изменяя я не видел. Я видел, как Господь действует в них. Самое важное это что? Это вера. И знаете, у веры тоже есть разные виды. сердце, жена и муж имеют разное сердце. Они имеют разнообразное. мнение. Да, конечно, не все не совпадает, но бывает, жена в чем-то совпадает с мужем, а в чем-то не совпадает. Есть же такие люди, правда? Правда? Это так? Когда мы верим Иисусу, самая большая проблема в чем? то, что тот грех, который мы совершили, разделяет нас с Иисусом. Не обратилось срока Господа на спасение и ухо не перестало слышать. Но ваши грехи разделили вас от Господа. И они сделали, чтобы вы не слушали Бога. Да, мы должны принимать слово верой в свое сердце. Важный момент, когда мы не имеем веры в слово, тогда мы становимся грешниками. Да, все мы согрешили. Например, скажу, «Встань, вы ходи, если светлую больному». Правда? Он так сказал? Правильно? Он встал и пошел или нет? Он пошел, да? Почему пошел? Когда Иисус сказал «Встань, уходи». Хотя я не могу идти. А, оказывается, Иисус сделал, чтобы я мог пойти. Я пойду. Он поверил в это слово. Тогда он мог пойти. если больной не мог поверить в это слово, чтобы он ответил. Я старался. Я снова падал и повредил себе спину. Дайте мне, пожалуйста, немножко денег, лучше я куплю себе покушать. Наверное, он так бы сказал Иисусу. Хотя я уверен в том, что я не смогу пойти. Но если Иисус это человек пойти, тогда я пойду. Это и есть вера. Понимаете, да? Когда мы верим, знаете, что происходит? Мы можем идти. Мы можем принять силу Иисуса. Мы можем победить. Я видел многих людей, которые получили исцеление. Да, и также мы можем получить освобождение от болезни. Я рассказывал вам, как я освободился от язвы желудка. И знаете, в 99 году у меня были проблемы с сердцем. Знаете, очень проблема большая с сердцем была. хотя я был молодой, но у меня плохо работало сердце. Когда я получал тренировку в армии, тогда меня мучило это. тренировку когда я проходил тренировку, мы, знаете, делали зарядку. тренировки тренировки подняли тренировку. Когда офицер говорил один, нам нужно было делать тысячу. То есть нам нужно было тысячу раз повторять одно и то же движение. мы говорили прыгать высоко, прыгать высоко, еще выше, потом один, потом 999, и нам нельзя было сказать тысяча. Последний раз нам было прыгать молча. но потом 999 раз прыгали мы говорили тихо-тихо в следующий раз не говорите. Но кто-то обязательно крикнет тысяча. Потом мы начинали заново с одного. Да, это очень разнообразное такое занятие. тренировку проходил. Я часто говорю об этом. Знаете, по-литровой мы пили 12 раз. Знаете, сколько мы пота проливали. Как только мы позанимались, мы все время хотели пить. Потому что вся вода выходила из нас. И перед нашим тренировочным местом у нас было очень много соли. И мы ели по горсти соли перед занятиями. И себе в карман мы клали соль. Потому что очень много потели. Поэтому вся соль выходила из нас. Но знаете, однажды тогда нас позвали выходить, но я не мог встать. А впервые я узнал, что у меня с сердцем проблемы. Я никогда не занимался экстремальным спортом, поэтому тогда я не мог меньше. Тогда мне было 22 года. я был очень молодой. Но когда мне стало больше 50, я начал видеть, что у меня проблемы с... Поэтому в 99 году я практически находился при смерти. Я неделю проходил обследование в больнице Ханян и не нашли проблему. Я встретился с самым лучшим специалистом по кардиологии. Ему уже было больше 80 лет. Но он просто приходил в свободное время и проводил время в больнице. Иногда он смотрел больных людей и целый день мы с ним проводили время. Он говорил побеги, на беговой дорожке. Потом он прицепил мне всякие препараты, чтобы показывать мое сердце. И когда этот врач сказал мне, что я не смогу вылечить вас. Современная медицина не сможет вас вылечить. Тогда мне было очень неприятно. Что это значит? Это значит умри. Понимаете? Я сказал хорошо, я понял. Спасибо. Тогда я находился почти при смерти. Но знаете, тогда я жил в Дэджоне. Тогда мы построили миссионерский центр семиэтажный. Тогда я не мог смотреть на людей, которые работают на стройке. потому что у меня очень тряслось сердце. Я закрывал свои глаза. И я думал, смогу ли я прожить хотя бы один месяц еще. Это получается два года до того, как мы начали движение Айвээф. многие студенты приехали из Америки и мы поехали на пляж Канрыни. Тогда я просто отдыхал, но они меня взяли на руки и понесли бросилем в воду. Да я не знал, не умел. И тогда они увидели, а, это пастор в супах. Тогда они подбежали ко мне. Они меня взяли за руки и ноги понесли в воду. Я сказал, ребята, ребята, я могу умереть, пожалуйста, опустите меня, пожалуйста, опустите. Я на самом деле очень так боялся и посинел. Тогда они меня просто положили на песок и ушли. И в 1999 году в августе. А я получил сердце то, что Иисус истилит меня. Мы тогда поставили палатки и проводили летнюю конференцию. Тогда это был очень плохой период с моим здоровьем. И от главной палатки до детской воскресной школы было 400 метров. 500 метров. А простите, 500 метров. То есть получается если туда и обратно я схожу это километр. То есть я не уверен, но наверное один километр. Но один день я проходил туда-сюда 4 километра. Представляете я не мог поверить. Я сколько не считал это 4 раза. и я подумал точно я уже выздоровел. Я поверил. Тогда я поверил, что мое сердце исцеленное. И однажды утром я проснулся и начал бегать. Потом мы закончили конференцию и вернулся в Дэджон. И недалеко от Ханбатской церкви в городе Дэджон есть женская школа. И там есть стадион. Там знаете очень прекрасные сосны. Я пошел туда и занимался бегом. И проезжать метров. И у меня заболело в ребрах, поэтому я не смог проезжать больше двух кругов. Но потом я начинал больше бежать один километр, два километра, три километра, четыре километра, пять километров. И знаете, у меня такое хорошее настроение было, когда я потел при беге, приобрел спортивный тренажер. И знаете, когда я ездил в Россию, я тоже каждое утро занимался бегом. Когда я ездил в Африку, также я каждое утро бегал. Да, и все говорили, что у меня хорошее сердце. Я полностью исцелился. Я очень-очень благодарил Бога. Инаковое сердце с Иисусом. Да, я обычный человек, но Господь Он всемогущий. Хотя у меня нет силы, но у Иисуса есть эта сила. Поэтому я верю Иисусу. Когда у меня одно сердце с Иисусом, И когда я принимаю Его сердце, тогда мы становимся одним. И когда у Иисуса есть какая-то душа, я принимаю и мы одной душой находимся. Что такое верить в Иисуса? Это значит верить Его Слово. И тогда мы имеем одно сердце. Одно сердце. тогда все проблемы решаются посредством Иисуса. Вчера я вам рассказывал, как я исцелился от язвы желудка. А сегодня немножко я говорил, как я исцелился от сердечной болезни. И многим людям я свидетельствовал о том, как нужно соединяться с Иисусом. тогда это значит верить в Иисуса. Но самое важное, когда мы и Иисусом, знаете, как сатана действует? сатана обманывает и делает так, чтобы мы имели другую душу и разделяет нас. Иисусом. Сегодня я читал о жертвоприношении. Как же прощается грех? Как мы можем быть уверены, что грех прощен? Это самый важный момент. если мы точно не знаем об этом, тогда ой, если у меня хорошая стрель, тогда у меня прощены грехи? А если у меня плохая стрель, тогда наверное не прощены грехи? мы получаем зависимость от моей души. Когда я получил прощение грехов, я верил, что я простился. Тогда моя жизнь изменилась, и я испытывал деяние Бога в своей жизни из-за того, что я пастор. мне нужно изучать подробно Библию и духовную жизнь. я должен сделать так, чтобы любой человек, который приходит в нашу церковь, смог получить прощение грехов. И для того, чтобы мне рассказать точные моменты это грех. Мне нужно было знать Библию. Поэтому много-много раз читал Библию. Знаете, я часто спорил между собой и временем. Да, я исследовал много книг, читал. Я очень уменьшил свое время для сна и для того, чтобы помыться, для того, чтобы поесть. Я уменьшил время. И ни в коем случае я не держу в руках свой мобильный телефон. Всегда я кладу его в сумку. Только когда мне звонят, я беру трубку, но в другое время я не беру. для того, чтобы не забирал ничего мое время. И очень часто мне приходит много сообщений в телефоне. Да, в основном я находился в уборной, я могу проверить. Я максимально исследовал, как мне уменьшить время, сэкономить. Да, и знаете, очень много времени отнимает именно прием пищи. Я принял решение, что я буду есть в течение двух минут, не больше. Да, и до того, как мы поженились с моей женой, я ни разу не ел дольше двух минут. Но это стало большой привычкой уже, я очень быстро кушаю. Поэтому для меня нормально. Но когда люди даже и половины не съедают, я уже съедаю все. И знаете, когда я кушаю вместе с президентом или уважаемыми людьми, я даже не замечаю, как я уже все съел. А президент только две ложки успел съесть. Поэтому я так протягиваю время и кушаю только закуски. и способ получить прощение грехов это не просто я могу это сделать. Это слово Бога написано в 66 книгах Библии. Имеете 66 книг Библии. Да, точно написано где-то как получить прощение грехов. Тогда мне нужно было очень подробно разбирать это слово. Для того, чтобы рассказать всем людям, которые приходят в нашу церковь. Чтобы они поняли этот момент. я начал открывать Библию и разбирать. И я читал бытие, исход лифтера законе и так далее. Точно там написано как прощаются грехи. Точно есть способ как Иисус очистил наши грехи и как Он простил. И когда-то я читал Леви 4 главу. И там написано 4 главе именно об искуплении. Да, есть разные жидоприношения. И первое это когда священник согрешил. Когда еще лидеры согрешили. И третье и потом когда согрешил обычный человек. Все вот четыре вида есть такие. Я подробно читал и изучал этот момент. Да, я был обычным человеком в этот момент. я искал как прощаются грехи, поэтому я нашел в 4 главе книги Левит. Здесь написано, если же кто из народа земли согрешит, по ошибке сделает что-нибудь против заповеди господних. только если мы согрешили, мы можем получить прощение греха. Но мы не можем получить прощение греха, если мы не знаем то, что мы согрешили. Что дальше написано? То, когда узнан будет им грех, он согрешил, когда узнан будет им грех, тогда у него открывается возможность получить прощение греха. И дальше написано, пусть приведет он жертву к зубе с порока за грех свой. Да. самое важное это возмездие за грех смерть. То кто-то говорит, что если покаяться и признаться в грехах, тогда прощаются. Исповедаться в грехах это не значит получить прощение. Потому что возмездие за грех смерть. Да нужно оплатить это возмездие. Поэтому не нашей исповедью грех прощается. Но именно чистая коза без порока если умрет за меня тогда прощается мой грех. Это чистая коза без порока то есть Агнис то есть Иисус. В Ветхом Завете в жертву приносили козу без порока. И это пример так как Иисус потом будет умирать за нас. И написано к евреям 10 глава 1 стих закон имеет тень будущих благ они самый образ вещей. То как приносили жертву в Ветхом Завете это получается тень будущих благ но не самый образ вещей. Поэтому когда коза умирает и прощает нас грех смерть. Это есть тень того как Иисус потом умрет на кресте и просит наши грехи. Написано закон имеет тень будущих благ а не самый образ вещей. Поэтому возмездие за грех смерть. Из-за того что возмездие за грех смерть. Поэтому ни на каким нашим исповедью или покаянием чай. Для того чтобы очиститься от грехов нужно смерть. То есть жизнь должна умереть. Нам нужна эта коза без пророка. Поэтому коза когда умирает за наши грехи это тень будущих благ когда Иисус умрет жертва из-за нашей грехи. Поэтому нужно ее убить как жертву. 29 стих посмотрим. Написано возложит руку свою на голову жертвы. Знаете раз именно этот момент почему нужна рукоположение на голову? Я не понимал этого момента. Почему нужно возлагать руки на голову? Я не понимал этого. Когда ставится на служение пастор, тогда возлагаются руки. когда пресвитер или же пресвитером или дьяконом. Я не понимал, почему рукоположение есть. Почему нужно руки возлагать на голову жертвы? Что это значит? Я дальше читал и читал Библию. 10 раз и больше и больше, но я не понимал этого. Но это было написано Библией? Точно это было написано? Но я не знал. Я читал, но не понимал и просто проходил дальше. Хотя я пастор, но я часто прохожу мимо. Есть такой человек, который проходит мимо не понимая. когда уже три года прошло. Я читал удивительное слово. Левит, 16 глава, 21 стих. Там написано именно о причине, почему возлагаются руки. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла. И исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их. Написано «И возложит все преступления и все грехи их». Пришла коза, которая является жертвой за наш грех. это беспорочная коза. Это беспорочная коза. Но я же согрешил. Мне нужно получить прощение. Но именно через рукоположение на голову козы. когда написано «Аарону возложит обе руки свои на голову козла переходит грех». А вот что за значение возлагать руки на жертву. Это значит передавать грех. Мне было очень-очень удивительно. Очень удивительно. А вот через рукоположение грех переходит на жертву. Когда приносится жертва. мы возложили руки. Тогда грех переходит на жертву. Но если мы не возлагаем руки, тогда мне нужно передать Агнцу или козе мой грех. Тогда Иисус тоже получил рукоположение. чтобы взять наши грехи на себя, нужно рукоположение. Тогда идет прощение. Иисус есть Агнец. Только через рукоположение Агнец Божий может взять наши грехи. Да знаете, я не знаю эти моменты, но я читая Библию, смог найти ответы. Я однажды читал Евангелие от Матфея. Знаете, что меня удивило в 4 главе, давайте вместе найдем с вами, 3 глава. Евангелие от Матфея, 3 глава, 13 стих. И здесь 3 главе 13 стихе написано, когда Иисус пришел к Галилею, Гордан, чтобы креститься от Иоанна. Я десятки раз читал это. Почему он пришел получить рукоположение? Да, я думал, что он просто хотел креститься. Но, знаете, читал я и снова и удивился. Иисус родился сыном Бога, а Иоанн родился немножко раньше, чем Иисус, на 6 месяцев. Тогда Иисус пришел, чтобы получить крещение. Но Иоанн ему, давайте посмотрим 14 стих, Иоанн же удерживал его и говорил, мне надо подкреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но он проводил крещение покаяния. Там нужно было покаяться и получить крещение от Иоанна. Но Иисус не согрешил ни в чем, поэтому ему не нужно было покаяться. Поэтому Иоанн удерживал его и отказывал ему. Мне надо подкреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Знаете, очень удивительный ответ Иисуса. Посмотрим 15 стих. Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. грешность. Все мы грешники. Для того, чтобы очиститься от грехов и делаться праведниками, нужно было Иисусу получить крещение. так написано, что так надлежит исполнить всякую правду. Иисус крещение крещение от Иоанна. Я не очень понимал это. Но точный факт в чем? этот смысл крещения не в том, что покаяние и крещение. Иоанн Иоанн возложил свои руки на голову Иисуса и проводил крещение. Это рукоположение был процесс для того, чтобы передать все грехи мира на голову Иисуса. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Именно я должен получить от тебя крещение, чтобы исполнить всякую правду. правду. Мы грешники, поэтому мы нуждаемся в праведности. И когда правда это совершается, мы можем стать праведными. Так как Иисус это агнец Божий, когда Иоанн возлагает свои руки. «И именно это говорится, что перед смертью он должен получить рукоположение, как агнец. Агнец, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И тогда Иоанн понял, «А, вот как!» И потом Иоанн крестил Иисуса. Иоанн сжал свои руки на Иисуса и крестил Его. Иоанн — это сын священника. Иоанн — это священник. И то, что Он возлагает Свои руки на голову Иисуса, для того, чтобы стать агнцем Божьим за наши грехи. Это нужно было, чтобы Иоанн передал грех всего мира на Иисуса. Но еще важнее, на следующий день что произошло? И написано не в Евангелии от Матфея, а в Евангелии от Иоанна. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 1 главу, 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к Нему Иисуса, и говорит, «Вчера Он пришел и получил крещение от Иоанна. На другой день Он снова появился. Вчера Иисус получил крещение. В Евангелии от Иоанна написано, что на другой виде видит Иоанн, идущего к Нему Иисуса. Тогда что Он говорит? «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». И знаете, когда во времена Ветхого Завета брали овцу и приносили ее в жертву за грех, руки возбуждены, и приводили эту овцу и несли на жертвенник. И когда ее ввели, уже после рукоположения, это говорили, что идет агнец, который взял на себя грех. И чтобы соблюсти эту систему, все грехи были переданы на Иисуса. И в Исаии, книга пророка Исаии, 6 стих, «Всем ублуждали, как овцы, и совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас». Это было написано до пришествия Иисуса за 700 лет. Тогда Исаия жил, Исаия получил откровение о том, что Иисус возьмет на себя грехи и пойдет на смерть. Когда Иисус получал крещение от Иоанна, они не упустили никакого греха. Он взял на себя все грехи, потому что он был агнец Божий. Поэтому Иоанн сказал, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Что нам говорит Библия? Там написано в Исаии, 53, 6 стих, «Всем ублуждали, как овцы, и совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас». Скажите, «Аминь». Теперь грехи ваши у кого? У вас или у Иисуса? У вас больше их нет, они перешли на Иисуса. Если бы они не перешли, тогда, если бы Иисус даже и умер, это не относится к нам. Но когда Иоанн возлагал на голову Иисуса руки, тогда все грехи нашего мира перешли на Него. И поэтому, возмездием за грех Иисус умер на кресте. Тогда в тот момент все ваши грехи на кресте. Для того, чтобы получить прощение грехов, нам не нужно что-то делать. покаяться или молиться всеношно, или поститься. Мы не можем очистить свои грехи. Нам нужно только одно дело сделать для грехов своих. Это что? Нам нужно поверить в то, что Он уже умер. И в тот момент, когда Он умер за наши грехи на кресте, суд за ваши грехи, все ваши грехи уже закончился. Так, грехи, которые сейчас вы совершаете, будете совершать, или 10 лет назад. Скажите, аминь. Ой, если бы вам сказали, что ваши грехи закончились, вы должны радоваться. Почему просто смотрите на меня и моргайте за вашими глазами? Вы не чувствуете, да? Может быть, мне пойти поколоть чем-то, что вы реагировали? Иисус уже распят. Он уже умер. Он был проколот для ваших грехов. Он получил все наказание за наши грехи. Мы в это верим. Как нужно получить прощение грехов? Уже все грехи прощены, когда Иисус умер на кресте. Нам достаточно просто верить в это. Иисус умер за мой грех и простил все мои грехи. Когда я переехал в Тегу, в Падон, тогда мы чуть не умерли от угарного газа. Знаете, мы тогда очень устали, мы были очень уставшие. Мы заснули. Моя жена и посредине была наша дочка и я но вдруг ночью моя дочка начала очень грубо плакать. Мы проснулись. Я спал и потом вдруг проснулся, поэтому я разлился. Почему ты заставляешь нашу дочку плакать, дорогая? Ой, я ничего не делаю, дорогой. Она просто плачет. Почему ты ничего не делал? А почему она плачет тогда? Потом мы снова успокоили, она заснула. Мы также заснули. И где-то час прошел, наверное. И потом она очень громко плачет. И знаете, я у меня есть дочь и сын. Да, наверное, немножко позже скажу. Потом я снова проснулся. Почему ты заставляешь нашу дочку плакать? Почему она так сильно плачет? Я ничего не делала. Я сказал, включи свет. Свет и ничего не изменилось. И тогда моя жена встала и пошла в уборную. И мы открывали дверь, и сразу там был уборный. И потом моя жена как открыла дверь, она потеряла сознание. И если мы дышим угольным газом, тогда сразу человек теряет сознание. И я тогда подумал, а, Господь, если бы наша дочь не плакала, тогда бы все мы утром стали трупами. Я не мог передать свою благодарность Богу. И потом я боялся, что мы тоже потеряем сознание, зочка, поэтому я потихоньку двигал ее по полу. И она очень кричала. Потом я начал кричать, пожалуйста, помогите нам. И тогда супруги, которые жили в соседнем доме поблизости, они прибежали. Что такое, что случилось? Мы впервые увиделись, надышались угольным газом. И получается, что мы если бы мы спали там на деревянном полу и потом они узнали, что мы служители и мы общались с ними, они все получили спасение. Потом они начали ходить в нашу церковь. да, и там мама, и отец, также дочь, и сын, несколько членов. И потом пастор ихней церкви, предыдущий он, пришел и спросил, почему вы не ходите в церковь? А знаете, возле нас живет пастор, и мы через него получили прощение греха. И теперь мы будем ходить в церковь, где он служит. И тогда эти пасторы и пресвитеры некоторые пришли в мой дом. Они зашли, немножко за 30, а им было около 50 лет. И тогда пастор начал злиться на меня. У тебя нет греха? Он так кричал и возмущался. Я спросил, тогда пастор, вы каждый день молитесь за то, чтобы ваши грехи были прощены? Конечно, нужно молиться за прощение грехов. Что, вот как ты, ты говоришь, что ты не имеешь греха? Тогда я спросил, пастор, послушайте, пожалуйста, что я скажу. Человек, который молится за прощение греха, тогда человек получил прощение грехов или не получил? что я сказал? Получается, человек, который просит за прощение грехов, он прощенный или не прощенный? Он не прощенный, правда? Что? 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 пастор, разве в сердце человек, который не получил прощение грехов, может ли войти в Дух Святой? Что это значит? разве можно без откровения Духа Святого понять Библию? А если не понимает Библию, тогда разве может человек стать пастором? Тогда он растерялся. Он открыл дверь и вышел. украл моих овец! На самом деле нам не нужно делать так. Давайте мы тихо сядем и пообщаемся с вами. Вы знаете ли, как прощаются грехи? Вы знаете Библию? Он говорит, что нужно молиться за грехи. Нужно покаяться за грехи. Нет, это не так. Возмездие за грех — смерть. Поэтому кто-то должен умереть за наш грех. Поэтому Иисус умер на кресте. Аминь. В тот момент, когда Он умер, все наши грехи были прощены навечно. И после этого написан важный момент. Неважно верите или нет. Аминь. Прощение грехов мы получаем не потому, что что-то делаем. Мы не можем что-то делать. Поэтому Иисус пришел. Иисус пришел, был распят на кресте и умер за наши грехи. И Он что сказал? Я недосовершил? Он сказал, я совершил. Он пришел простить наши грехи. на кресте. он на кресте. Нам не нужно что-то отдельно делать. Поэтому для того, чтобы убить овцу как жертву, нужно возложить руки. И после рукоположения нужно перерезать горло и пролить кровь. им нужно взять эту кровь и на жертвеннике есть четыре рога. На этих рогах жертвенника нужно помазать кровью. почему нужно помазать на рогах жертвенника? Да, мне как пастору нужно изучать этот момент и потом объяснять. пастор, а почему нужно помазать на рогах жертвенника? Я сказал, я не знаю. Но я же не могу так сказать, поэтому я читал больше. А в Библии есть все в паре. Знаете, где написано пара? Иеремия Иеремия 17 глава Простите, не 11 стих, а 1 стих. Иеремия 17 глава 1 стих. Написано «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием, начертанно скрижали сердце их и на рогах жертвенников их». Понимаете, какая причина, что надо помазать на рогах жертвенника кровью? Вы понимаете? Какая причина? Потому что грехи написаны в двух местах. И первое это место на рогах жертвенника. И второе место это скрижали сердце нашего. Поэтому когда кровь Иисусом пролитую мы мажем на рогах жертвенника, уже мы получили прощение, оплату за все грехи. то есть мы кровью стираем эти грехи, закрываем их. А знаете, как очищаются грехи, которые написаны на скрижале сердца нашего? Это очищается верой. когда мы верим, что кровь Иисуса прощины мои грехи, мы получаем свободу от греха. Аминь. Поэтому не нужно ничего делать нам для наших грехов. Иисус пришел, если не мы должны омываться. Да что бы мы ни делали, мы ничего не можем сделать для своего очищения грехов. И что говорит Библия? написано, что когда Иисус умирал на кресте от распятия тогда наши грехи были омыты. Вы представляете, насколько это благодарный поступок? И за что я еще больше благодарю Бога? Иисус Христос пролез за нас кровь. И Он не помазал на земле на жертвеннике, на рогах жертвенника кровь, а помазал на рогах жертвенника в скинии на небесах. Потому что на земле есть временные ограничения. Но Царство Небесное это вечное царство. Поэтому Иисус очистил нас навечно. Поэтому для нашего очищения грехов мы не должны что-то делать. Это дело принадлежит Иисусу. Иисус совершает прощение грехов. И когда Иисус был распят и на кресте умирал, когда Он помазал на рогах жертвенника в скинии на Царстве Небесном, Наши грехи прощены Иисусом. А мы просто верим. В это и есть прощение грехов. Нам не нужно прилагать усилия, потому что не мы очищаемся от грехов, но Господь это делает. Иисус умер на кресте и очистил все наши грехи. На этом кресте были прощены наши грехи. Он был изъязлен и ранами Его мы исцелились. Наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились. Получается все страдания закончились на кресте. Все грехи прощены на кресте. Нам не нужно что-то делать для этого, потому что грех прощает Иисус. Он простил совершенно. А мы только должны верить в это. Знаете, я очень счастлив, что могу иметь Библию и говорить об этом. Хотя многие люди верят в Иисус, но они не верят, что Иисус очистил грехи. Верят в крест, но они не верят, что там закончились наши грехи. Хотя многие проводят причастие, но они не верят, что грехи прощены. Они плачут и молятся за прощение грехов. То есть это значит, что они не получили прощения. Это значит, они получат проклятие. Поэтому они не должны что-то делать кровопролитием на кресте. нам нужно верить в это. что уже совершено прощение. Вы верите в это? Мы искуплены кровью Христа. Аминь. Давайте помолимся. Святой Отец Небесный, мы благодарим Тебя. мы думали, что для того, чтобы получить прощение грехов, нам нужно что-то делать. Но мы не должны этого делать, это должен делать Иисус. Потому что Он просил все наши грехи на кресте. Нам ничего не осталось сделать. Господь, Ты дай нам веру в этот факт. Многие люди даже видят, что Иисус был распят на кресте. Но говорят, что у них есть грех. Это означает, что Иисус не смог простить наши грехи. Это означает, что Он проиграл. Господь, Ты дай нам выбросить эти мысли. И Ты позволь нам верить в этот факт, что Он очистил нас на кресте. Ты дай нам благословение иметь одно сердце с Иисусом. Ты сделал так, чтобы многие люди благодать преизбыточе стоило в сердцах. Господь, ты дай нам уверенность в спасении. Мы благодарим Тебя и молились во имя Иисуса Христа. Аминь.